С вами доктор Кострик. Красная системная волчанка. Что это такое? Давайте поговорим и об этом заболевании. Красная системная волчанка или болезнь Либмана-Сакса это диффузное системное заболевание соединительной ткани, характеризирующиеся системным иммунокомплексным поражением соединительной ткани и ее производных с поражением сосудов микроциркуляторного русла, аутоиммунное заболевание непредсказуемое, опустошительное для всего организма и поражающие различные органы. Красная волчанка поражает в основном молодых женщин от 20 до 40 лет. У этой категории пациентов болезнь встречается на 80 процентов чаще, чем например у мужчин. Заболевание это достаточно редкое. По мировой статистике оно поражает порядка 50 человек на 100 тысяч населения. Если волчанка возникает у мужчин, заболевание обычно более серьезное. Это хроническое и неизлечимое заболевание, которое трудно диагностировать. Пациенты обычно имеют ряд пропущенных диагнозов. Чтобы подтвердить волчанку, им нужно сделать много лабораторных анализов и, как правило, посетить множество специалистов. Жизнь с волчанкой всегда в ожидании новых приступов болезни. Это не способствует психическому здоровью больного. Нужна поддержка семьи и друзей. Одна пациентка уже 10 лет не может справиться с изменениями на теле, особенно на коже лица. У нее красные жгучие пятна под глазами и пятна налета на коже головы. На начальном этапе лечения врачи диагностировали болезнь как розоцеа. Прописали антибиотики и даже стероиды. Два года назад красные пятна на лице увеличились. Стало хуже из-за стресса после смерти близкого человека. Врачи поставили диагноз красная системная волчанка. Она прочитала об этой болезни и узнала, что она неизлечима. Женщина в отчаянии. У нее нет сил продолжать посещать врачей. Боится новых медицинских экспериментов. Постоянно делает стерлогические тесты. У женщины начали болеть суставы и голова. Она боится того, что будет дальше. При волчанке происходит внезапное изменение иммунной системы. Организм вместо борьбы с вирусами или бактериями вырабатывает антитела против собственных клеток и тканевых антигенов. Эти антитела, с другой стороны, участвуют в возникновении воспаления в организме. Заболевание часто принимает форму рецидивов и иногда нельзя предсказать, когда симптомы ухудшатся. К счастью, болезнь не заразна, но существует повышенный риск волчанки в семье. Этому образованию способствуют гормональные, экологические и генетические факторы. Ему также способствуют ультрафиолетовое излучение, вирусы, инфекции, лекарства или стимуляторы, особенно сигареты. Волчанка также любит появляться в результате сильного стресса. Диагностика заболеваний очень сложна. Симптомы приходят и уходят. Они напоминают другие заболевания. Чтобы быть уверенным, следует провести ряд лабораторных исследований. Люди с волчанкой обычно чувствуют себя очень уставшими. Это может быть изнурительно и лишать возможности функционировать организм каждый день нормально. Вот еще одна история одной пациентки. Впервые в жизни, вернувшись с работы, я заснула на диване, рассказывает она. Это был большой сюрприз для семьи, потому что обычно я титан работы. Моя свекровь, которая много лет интересовалась здоровьем, отправила меня на лабораторные анализы. Диагноз стал шоком для всех, говорит женщина. Волчанка связана с повышенной температурой тела неизвестной причины. Другим симптомом являются постоянные головные боли и мигрени, которые никогда не проходят. Появляются суставные мышечные боли, затрудняющие повседневную деятельность. Имеются поражения кожи, эритема, то есть покраснение, высыпание на теле. Характерно эритема в виде бабочки на лице. Она покрывает щеки и нос. Она встречается у значительной части больных и является единственным внешним видимым и относительно определенным симптомом волчанки. Больные страдают фотосенсибилизацией, то есть повышенной чувствительностью к дневному или искусственному свету. Волосы выпадают. У значительной части больных быстро развиваются гематологические нарушения, анемия, низкий уровень лейкоцитов и артериальная гипертензия. Волчанка повреждает внутренние органы и жизнь больного зависит от степени поражения. Заболевание увеличивает заболеваемость раком, в частности гиперплазией лейкоцитарной системы, лимфомами, раком шейки матки и раком легких. Страдает психика. Больной теряет надежду, не может справиться с ожиданиями дальнейших рецидивов, побочных эффектов, возникающих в результате приема лекарств. Жизнь с волчанкой – это жизнь с постоянной незащищенностью. Поэтому поддержка семьи и друзей очень важна. Пациенты должны постоянно состоять на диспенсерном учете у ревматолога и при необходимости других специалистов – дерматолога, нефролога, невролога, гематолога. Больной человек должен постоянно принимать стероиды, иммунодепрессанты, которые имеют ряд побочных эффектов. Поэтому жить с ними не самое простое дело. Больным также следует избегать солнца и соляриев, а также использовать солнцезащитный крем летом, даже когда вы выходите на улицу на некоторое время. Следующим шагом является предотвращение инфекции, поскольку они могут спровоцировать рецидивы. Больному следует категорически избегать сигарет, кофе и тем более более крепкого чая. Важны здоровое питание и умеренные физические нагрузки. У больных волчанкой ожидаемая продолжительность жизни короче, чем у населения в целом. Волчанка является частой причиной смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний, которые она вызывает. Лекарственная красная волчанка, она очень похожа на красную волчанку и обычно обратима. Появляется в результате приема лекарственных препаратов у людей, страдающих хроническим заболеванием. Обычно это происходит после отмены препарата. Лекарственная волчанка в основном вызывается такими препаратами, как прокаинамид, изониазид, гидролазин, хинедин и фенитоин. Это основные препараты. Надеюсь, информация была полезна для вас. Ставим лайк и подписываемся на канал, и вы услышите еще больше информации. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До новых встреч!